Этот выпуск мы целиком посвятим флагманскому Мерседесу С-класса, поскольку за один день немецкий производитель подкинул сразу несколько информационных поводов. И главным из них стал российский ценник новейшего Майбаха. Конфигуратор на официальном сайте Мерседеса поначалу огорошил. Казалось, что просить за самый дорогой и эксклюзивный из С-классов решили, на секундочку, 84 миллиона 130 тысяч 200 рублей. Но почему за обычный, в общем-то, седан просит сразу миллион евро? Ведь начальный Rolls-Royce Phantom стоит в половину дешевле. Российский офис Мерседеса поспешил успокоить. 84 миллиона — это ошибка, а реальная цена будет объявлена позже, во время официальной премьеры машины. Однако наши коллеги из электронного издания Drive сумели заполучить прайс-листы досрочно. Так, с мотором V8 Майбах будет стоить 20 миллионов рублей, а за 12-цилиндровую ипостась придется отдать 28 миллионов. Солидно, но не бесстыдно дорого, как обещал конфигуратор. Официально данные обеих версий компания не раскрывает, поскольку окончательно рассекретить суперседан планируется во время празднования векового ювелея марки имени Вильгельма Майбаха. Новость на контрасте. На некоторых рынках появится трехлитровое исполнение Майбаха. Особенно этому обрадуются клиенты из Китая, где налоговые ставки зависят не от мощности, а от рабочего объема двигателя. Шесть цилиндров сделали автомобиль экономичнее и налоговыгоднее, но по динамике он очень даже неплох. Опять же, никуда не делись мягкогибридная приставка, шустрый автомат и полноприводная трансмиссия. В Поднебесной за такую машину просит полтора миллиона юаней, что однозначно сделает ее хитом среди тамошних моворишей. А по опыту предыдущего поколения такой Майбах может появиться и в России, ведь за 17 миллионов рублей машина покупателей точно найдет. Финальная новость касается тоже Мерседеса С-класса, но не Майбаха, а простого Бенца, который дебютировал осенью с шестицилиндровыми моторами. А теперь у флагмана наконец появилась версия с двигателем V8. Это четырехлитровый турбомотор отдачей около 500 сил, а еще 20 кратковременно может добавить стартер-генератор. С ценами представители трехлучевой звезды малость перегнули. За топовую эску решено просить от 15 до 17 миллионов рублей. Впрочем, желающих сэкономить готовы принять дилеры других немецких марок. Скажем, мощную длиннобазную Audi A8 реально приобрести за 10 миллионов, а продавцы BMW отдадут 750 за 12 миллионов. КОНЕЦ КОНЕЦ